Всем здорова дорогие друзья, зрители и подписчики канала WhiteArt. В сегодняшнем видеоролике мы поговорим еще раз о Honor Band 6, о моих впечатлениях после двух недель использования, о привязке к Apple и о спортивных режимах. Поехали! Начнем мы, пожалуй, с заряда аккумулятора. 84% было, когда я достал эти часы из коробки, за 7 дней они разрядились до 16%. Я их использовал в обычном режиме, то есть смотрел уведомления, замерял уровень пульса, замерял уровень кислорода, баллся с фонариком, провел две тренировочки и не выключал их на ночь. Также у меня работает функция с помощью жестов включения экрана, поэтому они, когда надо и не надо, загораются. За час 13 минут эти часы зарядились до 100%, и это очень и очень хорошо. К сожалению, у этой модели нет управления камерой. Дальше. Я говорил в прошлом видео, что у этих часов есть некоторые маленькие запашу, когда вы достаете из коробочки. Все спокойно, дорогие друзья. Через 3 дня запах выветривается и вполне себе комфортно носится на руке. Теперь перейдем к привязке этих часов к системе Apple. У меня айфона, к сожалению, нету, поэтому я подключился к iPad Air. Все функции работают, как и на Android, за исключением управления музыкой. Это меню вовсе исчезло. Не знаю, с чем это связано. Либо на Apple нельзя использовать эту функцию, либо это особенность планшетов и с айфоном все будет нормально. Спортивные режимы. Они просты в использовании, и только три из них требуют обязательного наличия смартофона в кармане. Это бег на улице, велосипед и прогулки по улице. Они учитывают позицию по GPS. Чтобы запустить и тренировка работала, телефон все время должен быть активен. Если запустить и заблокировать экран, и положить в карман, ничего не считает. Что мне кажется странноватым. Я так сделал и решил посмотреть, сколько уже прошел. Оказалось всего 200 метров. Он начал считать, как я разблокировал экран. Бег и прогулку можно запустить и без смартофона. А вот велопрогулку только с GPS сигналом. Он считает пройденную дистанцию, темп, сколько сбросил калорий, пульс, сколько пробежал за какое время. Также отслеживает ритм, если это относится к бегу. Если у нас прогулка, то он отслеживает все то же самое. Только там отслеживаются шаги вместо ритма. Все остальные режимы отслеживают обязательно пульс, время занятия и сколько сожгли калорий. Ну и различные свои особенности тренировок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что ж, дорогие друзья, в принципе на этом. Я думаю, пора заканчивать моих впечатлений, об этих часах. Часы классные, хорошие. Они не покоцались, не поцарапались. Даже под курткой я их ношу аккуратно, стараюсь не ронять, не окунать в воду, хотя они вроде как могут. Но я не хочу проверять, а вдруг сломаются. Ну и как бы в задницу такие приключения. Ну в общем, часы мне нравятся. Сидят они удобно, в принципе, ну иногда они натирают руку, бывает остается след после ремешка вот здесь вот. В принципе, они все замеряют классно, вроде точно, по сравнению с китайским пульсоксиметром, который я вот показывал в предыдущем видео. Ну в принципе, я думаю, все на этом обзор. Пора заканчивать этих часов после двух недель использования. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, не болейте, ждите другие видео. Я надеюсь, скоро будет видео про беспроводные наушники 2020 года. Это модель Lenovo, какие-то там беспроводные, не помню точно модель. Если они придут, я о них, конечно, запишу видосик, покажу все, что смогу и так далее. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем удачи. До скорых встреч, дорогие друзья.